Друзья, всем привет! Меня зовут Алексей Шелест и это программа Star Extreme на канале Russian Music Box. Как всегда, вместе с нашими звездами мы продолжаем тестировать самые экстремальные площадки столицы. И сегодня мы решили устроить настоящие гонки и почувствовать себя в роли Михаэля Шумакера на самом лучшем картодроме столицы Ле-Ман. Для того, чтобы примерить на себя гоночный костюм, ощутить скорость и рев мотора, а тем самым получить очередную порцию адреналина, мы пригласили известного латвийского певца, парня, которого влюблена большая часть наших телезрительниц. И это Маркус Рива. Поехали! Ты уверен на себе и этот принцип. Неперед кем не сможешь больше ты раскрыться. Ты красива, сына, и взгляд не оторвать. Ты просто дива-дива, мужчины без ума. Ты хотела просто юфли опять. Вот-вот, друзья. Это программа Star Extreme. Это Маркус. Привет! Рад тебя видеть. Как настроение? Настроение очень хорошо. Сейчас уже почувствовал этот запах, который здесь есть, и все звуки, которые уже там происходят. Уже чувствую такой небольшой адреналин. Я хочу уже пробовать все. Тут и правда витает адреналин в воздухе, аромат жжёной резины и, конечно же, настоящего эндорфина. Мы будем ездить на картингах, и мы находимся в картинг-клубе «Лиман». Но вопрос. Ты когда-нибудь ездил вообще на картингах? Я очень-очень хотел в детство. И получилось чуть-чуть-чуть так попробовать. Но это было уже давно, и сейчас надо всё начинать по-новому. То есть, по большому счёту, сейчас новые эмоции тебя ожидают? Я 100% уверен в этом. Скажи, пожалуйста, а вообще экстремальные развлечения близки тебе по духу? Можешь ли ты сказать, что я человек адреналина? Ну, могу сказать, что 60% экстремальный, но 40% такой, может быть, спокойный. Но сегодня я такой... Эх, да? Как будет на латышском «поехали»? Айзет! Айзет? Айзет! Айзет! Айзет? Да. Ну что, друзья, мы и правда поехали. Сейчас мы переоденемся, переоблачимся в специальные комбинезоны. И по-настоящему ощутим всю мощь мотора и адреналина. Это картинг-клуб «Лиман Азет», как говорит Маркус. Трасса у нас проектирована профессиональными пилотами, собственно, чемпионами России, мастерами спорта. Трасса подходит как для начинающих пилотов, так и для опытных. То есть здесь очень много связок интересных, техничных, как быстрых, так и медленных. Здесь ребята разгоняются где-то километра до 45, вот, если правильно выйти из поворота. Ну, на больших картодромах, в принципе, карт – это очень быстрая техника. На крупных картодромах профессиональных он разгоняется где-то, ну, свыше до 150. Я вам скажу, что 45 километров, ощущения будут как на все 300 километров. Да, здесь скорость очень сильно ощущается, поэтому быстрее просто не нужно. Федор, что нам нужно учесть в технике безопасности, чтобы наш заезд был, ну, максимально, конечно же, безопасным и профессиональным? Ну, основная особенность карты от автомобиля – то, что здесь правая нога отвечает за газ, а левая – за тормоз. Вот, и люди очень часто путают из-за этого педали, нажимают не на ту. То есть на первых кругах именно контролировать нажатие на нужную педаль для того, чтобы не врезаться. Ну что, наше знаменитое слово – азит. Азит. Поехали, друзья, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я чувствую себя морским котиком. Привет. Ох, привет, ну как? Класс, я так получил такой хороший позитив, адреналин, все, и хочется еще, и еще, и еще. Ох, ну так круто, такая скорость. Я думаю, что неплохой. Я первый раз, думаю, я надеюсь, что азит тоже получится. По сути, Маркус сегодня впервые катается на картах, и это для него было целое маленькое эмоциональное открытие. Так ли это? Да, и я сейчас стал фанатом номера одинка. Скажи, что ты скажешь всем тем, кто впервые сядет за карт, что они могут ощутить? Главное, чтобы это все было, конечно, безопасно, и они знали, что надо сделать. Но там, особенно, ничего сложного нету. Надо просто умно, так как на улице надо умно водить машину или мотоцикл, так и здесь надо все умно сделать, и тогда все будет хорошо. Но это, ребята, очень круто. Мы предложили Маркусу пройти в Лидс, где попросили его ответить на очень каверзные вопросы. Давайте посмотрим, как он с этим справился. Итак, друзья, мы продолжаем наши выпуски, и сейчас Маркусу будет ой, как нелегко. Я готов. Маркус Рива, в трех словах о себе. Добрый, позитивный, улыбка. Твой любимый певец из России. Наверное... Киркоров. Нет, Сергей Ривной. Сергей, а певица? Певица Полина Гагарина. С кем бы ты хотел записать дуэт? Север Брежнев. Потому что она тоже мне очень нравится. Кто из известных тебе исполнителей не умеет петь, но продолжает это делать? О, боже мой, я не люблю говорить плохо другим. На, призывайся. Можно не наших, не русских, не латвийских, но... Может быть, это скутер? Например, скутер, спасибо. О чем поет группа Иванушки Интернешнл? Они поют о девушке. Ты хоть одну песню слышал? Да. Тополиный пух песня. Песня Тополиный пух. Тополиный пух. А на варень где-то слышал, да. А тучи? А тучи как? Конечно, конечно, спасибо. Ну, конечно, это... Даже в детстве я пыл и знал. А любимая группа из детства? Любимая группа из детства это... Destiny's Child. А что, я Spice Girls слушал. Все в порядке. Кто победит на Евровидении? Победит самый лучший. Имя, 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 Маркус, имя. В этот год? Сережка Лазарев. Да. Да. Серега, давай, мы в тебя верим. Что нужно, чтобы стать звездой? Нужно знать то, что ты хочешь, и если ты реально хочешь это. Это серьезный вопрос, не улыбайся. Какая-то новая бомба творческая от Маркуса Ривы, ну... Да, конечно, сейчас уже мы выпустили новый трек «Река любви», который уже можно везде прослушать. И совсем скоро, надеюсь, что будет готов тоже видеоклип. И работаю, чтобы скоро был мой первый альбом на русском языке. И мы уже записали несколько хорошие, красивые песни. И думаю, что всем будет очень интересно. И думаю, что хороший материал там. Ну, скажи, а ты когда-нибудь совершил какой-то безумный романтический поступок? Может быть, даже какой-то экстремальный это был поступок? То, что можно, типа, заниматься с любви в экстремальных местах. Маркус, ты красавчик. Слушай, ну что, да вот и все. С вами был Алексей Шелест. И это программа «Star Extreme» на канале Russian Music Box. Берите «Аджиз» не все. Ну, а мы увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин